Все-таки эти преступления в своей основе носят огромнейший латерпный характер. Всемирный день борьбы с коррупцией. Как победить должностные преступления? Гололед и его последствия. Обзор аварий за минувшие сутки. Ушел и не вернулся. А в Калининграде пропал молодой человек. Спасти не удалось. Пожар в Пионерском. Два уголовных дела на главу МЧС Чинчукова. Оборотни в погонах. Среди начальников МВД нечистые чиновники у власти. Только в этом году расследовалось свыше 80 уголовных дел. Дача и получение взятки, превышение злоупотребления должностными полномочиями, афер на занимаемой должности, служебный подлог или коммерческий подкуп. Все это в народе называется одним словом – коррупция. Раскрытые преступления – это только верхушка айсберга. Ведь чтобы вывести коррупцию на чистую воду, требуется огромная секретная работа. Все-таки эти преступления в своей основе носят огромнейший латентный характер. То есть они в своей основе скрыты, и их появление происходит только лишь, я думаю, что дай бог, чтобы в 15-20% случаев нам становилось известно об этих вещах. Потому что если ни одна сторона, ни другая сторона не заинтересована в осведомленности об этом факте, нужно подключить огромнейшие негласные аппараты. В 2011 году в регионе на коррупции были пойманы сотрудники МВД, наркоконтроля, ОФСИН, а также чиновники финансово-бюджетной сферы, образования и науки, жилищно-коммунального хозяйства. Глав муниципалитетов каждый месяц заводят уголовные дела. Чтобы раскрыть преступления, обвиняемых даже сажают детектор лжи. Предлагают пройти полиграф, он отказывается. То есть это вызывает вопросы. Также вызывает вопросы, когда человек говорит о своей непричастности. Проходит полиграф, и он подтверждает его непричастность. Это тоже вызывает ряд вопросов, сомнений и всего прочего относительно возможной действительности его причастности. Сумма ущерба, причиненная коррупционерами государства, только в нашем регионе за 11 месяцев превысила 10 миллионов рублей. А ведь все эти деньги могли пойти на обустройство города и ремонт госучреждений. Обороть коррупцию правоохранительным органам в одиночку практически невозможно. Но если каждый из нас вступит в оппозицию таким преступлениям, ситуация может заметно измениться. Это зависит от каждого человека лично и от степени его сознательности, желаний и прочего. В случае, если один не будет хотеть дать, другой не будет желать взять. Татьяна Караханова, Дмитрий Суворов. Специально для места происшествия. ДТП произошло в Светловском районе, в поселке Волочаевское. Водитель Ауди сбил 74-летнего пенсионера на зебре. Пешеход госпитализирован с ушибами и переломами. На 42-м километре дороги Калининград-Крылова водитель Мерседеса при обгоне столкнулся с Киа, после чего машина съехала в Кювет. Пассажир Киа госпитализирован. Два ДТП произошло в Калининграде. На улице Невского водитель ровера выехал на встречную полосу, где столкнулся с Мерседесом, после чего ровер еще раз врезался припаркованной Митсубиси. Водитель получил перелом под коленником. И это не все аварии в городе. На Ленинском проспекте водитель Митсубиси слишком близко подъехал и врезался в Рено, после чего тот врезался в Киа. Пассажир последнего автомобиля получил ушибы. Госавтоинспекция в связи с погодными условиями и гололедом просит всех водителей и пешеходов быть предельно осторожными. Близкие родственники разыскивают Антона Фирсова. 28-летний молодой человек ушел из дома 26 ноября около двух часов ночи. С того момента о нем ничего не известно. Если вы знаете что-либо о местонахождении Антона, просьба звонить по телефону 302-342-995-095-301-696. Около 10 утра произошел пожар в кирпичном доме на территории бывшего садового общества «Пограничное» в поселке Пионерском. Спасатели выехали на место и потушили огонь. При разборе завалов сотрудники МЧС обнаружили тела двух погибших. Их личности и причина пожара сейчас устанавливается. АПЛОДИСМЕНТЫ